Здравствуйте, Деда, супочтенная картина! Почему именно этой картине ты сказал здравствуйте? Просто потому, что мне она понравилась, мне захотелось нарисовать похожую, потому что там лес, мне вот понравились, там вот такие мазки очень странные, там так работали кистью, потому что вот наверху ей работали вот так вот, расстыкивая, а тут прям вели. Там очень красивое видение краски, камни, лес. Мне вот этот фон понравился, и я хочу нарисовать похожую картину. Вот так работы учащихся школы искусств вдохновляют на творчество. Сегодня стены концертно-выставочного зала – это одно большое расписное полотно, состоящее из уникальных работ, которые словно драгоценные камни сложены в мозаику, зимнюю. Именно под таким названием здесь открылась художественная выставка, полюбоваться которой теперь может каждый желающий. Здесь стена полностью отведена нашим выпускникам, это мои выпускники представленной работы. Также по залу представлены работы деток или наших преподавателей. Здесь идут различные темы, работы, которые выполнялись у нас просто в течение года. Это натюрморты, композиции различные представлены. Как сказал преподаватель, разные сюжеты, разные идеи, разные возрасты, конечно же, картины, выполненные в разных техниках изобразительной деятельности. Акварель, гуашь, декоративная композиция. Марьяна Прохорова учится в художественной школе первый год. Ее работа под названием «Прогулочка за елочкой» выполнена акварелью и черной ручкой. Такое смешение создает непринужденность, убирая жесткие рамки для развивающейся талантливой творческой личности. У Марии Зайцевой стаж побольше. В школе искусств она обучается уже четыре года. Признается, писать картина начала с двух лет. Я вообще обучаюсь четыре года, но так получилось, что со второго класса меня привели на четвертый, из-за того, что по моим знаниям они были выше. Я нарисовала зимний вечер, как дети играются в снежки. Может, это было после школы. Здесь, на дальнем пладе, видно, что уже начинает темнеть, начинают зажигаться фонари. Хотелось передать детское настроение зимой. Зимняя сказка, она для всех такая разная, но в одном работа детей непременно схожа. Много снега и веселья. Талант и творческий потенциал участников, выбравших яркие выразительные цвета, для своих композиций поражают и, как мы уже сказали в начале сюжета, вдохновляют. Алису Булах в том числе. Работ девушки здесь нет. Свою дипломную она представит в следующем году. Но обучающейся в школе искусств вот уже на протяжении восьми лет юная Ахтубинка с удовольствием согласилась выступить независимым экспертом выставки. Здесь работы выпускников и начальных классов. И мне очень нравится, что я могу очень хорошо проследить разницу, насколько изменилось умение учеников рисовать за эти пять-восемь лет. Мне также очень нравится различие всех этих тем. Здесь есть и что-то про зиму, и какие-то сказочные фрагменты, и праздники, и просто какие-то натюрморты. Даже самый простой натюрморт ученики старших классов могут превратить в абсолютную сказку. Просто очень красиво написать. Не просто написать, но и продемонстрировать. В дальнейшем картины, представленные на данной выставке, ждет гастрольная жизнь. Большая выставочная и конкурсная деятельность. Ольга Лемайкина, Анатолий Калинкин, Юлия Баховская, Ахтубинс ТВ.